Итак, двое членов экипажа самолёта ВМС США попали в неприятности в связи с использованием следа своего самолёта для рисования картинок в небе. Вот фото их произведения. Хорошая работа! Очень изящная. Да, изящная. Вице-адмирал ВМС Майк Шумейкер был этим недоволен. Он заявил, что незрелые действия сексуального характера не имеют места в военно-морской авиации. Извините, но они нарисовали это на самолёте F-18 Гроулер, то есть Лохматка. Если уж ВМС США называют свой самолёт Лохматкой, то они не имеют права жаловаться на пилотов, рисующих в небе вот такие картинки, не так ли? Да, и если вы, американец, и не понимаете, почему мы смеёмся, то причина та же, по которой американские солдаты в Ираке смеялись над британскими, когда те ездили на так называемом ленд-ровере-пилотке. Шутка та же самая. Эй, вы в пилотке? Да, а вы летаете в Лохматке. Заткнитесь. В общем, если этих двух ребят всё-таки уволили, и им скучно, они могут приехать к нам, мы всегда рады вас видеть. Да, мы обожаем незрелые действия сексуального характера, верно? Да, это так. Закончим на этом уличные разговоры. Спасибо. 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 В современном автомобилизме много неприятных моментов. Пежо, дорожные камеры, стрельба из проезжающих машин, но худший из них, по нашему мнению, это остановка для заправки. Так и есть. Да, хуже нет. Особенно напрягает, когда человек впереди заправляется и идёт на заправку, чтобы затариться на неделю вперёд для семьи из семи человек. Да, мы провели научные исследования и выяснили, что среднестатистический автолюбитель тратит на заправку 36 дней своей жизни. И этот факт навёл нас на мысль. Что, если вам не придётся останавливаться для заправки? И чтобы решить эту проблему, мы приехали сюда. На особый, сверхскоростной, тестовый трек Гранд Тура. Именно здесь нам пришло в голову гениальное решение о том, как прекратить мучения, связанные с остановкой для заправки. Я объясню. Да, друзья, перед вами первый в мире автомобиль дозаправщик системы Автомобиль-Автомобиль. Для создания этой невероятной машины мы оттолкнулись от идеи дозаправки в воздухе. И благодаря ей заправки станут ненужны. Итак, водитель сидит здесь, как обычно. А здесь располагается оператор насоса. То есть, в данном случае, это я. У него есть всё, что нужно для дозаправки на ходу. Абсолютно. И мы так довольны своим изобретением, что позволим машине самой устроить реальную, первую в мире, самую первую. Мы уже поняли. Наипервейшую демонстрацию. Итак, я еду по шоссе. О, нет, мне нужен бензин. Я связываю с автомобилем дозаправщиком Джеймса, например, через приложение. Приложение есть всегда. Какой-нибудь паренёк напишет. А вот и Джеймс. Вот по шоссе едет мой первый клиент. Я пойму, что ему нужна моя помощь, благодаря какому-нибудь приложению. У меня несколько видов топлива. 92-й, 98-й, дизель. Приступим. Опускаем стрелу с измерителем объёма топлива. Она сообщает Ричарду Хамонду, сколько топлива он получает. Сумму и, самое главное, в какой момент ему нужно поравняться с дозаправщиком. Всё было точно вычислено с помощью науки и всего такого. Поворачиваю, поворачиваю. Приступаю к открытию лючка бензобака. Ричарду Хамонду, Ричарду Хамонду, Ричарду Хамонду,